В 1957 году СССР и США соревновались за возможность стать первой в мире державой, которая запустит на орбиту искусственный спутник Земли. 4 октября первым стал Советский Союз. А через два месяца, 6 декабря, американцы вдогонку попытались запустить свой аппарат «Авангард ТВ-3». Однако через две секунды после старта ракета-носитель взорвалась. Американский спутник просуществовал всего несколько секунд. Из-за этого на следующий день после запуска газеты вышли со статьями о крахе «Авангарда», где, используя игру слов с советским спутником, «Авангард» назвали «Капутник». Американским ученым все-таки удалось восстановить его остатки. Сейчас «Франкенштейн-Капутник» находится в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне. Через месяц после взрыва «Капутника» СССР запустил на орбиту второй космический аппарат, на этот раз уже с собакой на борту. Провал американской спутниковой программы привел к тому, что правительство США решило создать единую организацию, которая занималась бы вопросами космоса. Она была названа НАСА.